Ребята, всем привет! Меня зовут Диана и сегодня я расскажу вам, что случилось с ребятами из Funny Friends. А также я расскажу вам, какие интересные новости произошли за последнее время со всеми ребятами из Funny Friends. Будет очень интересно! Ребят, если вы знаете, то Арина и Злата уже больше не снимаются в ТикТок. На это есть свои причины и об этом я рассказала в одном из своих видео. Если вы не знаете или уже не помните, то можете его посмотреть. Ссылку я оставлю в описании. Из последних классных новостей то, что на канале Funny Friends уже 4 миллиона. Это очень крутая цифра и Funny Friends и поклонники долго ждали. Арина решила посмотреть в ТикТоке на свои фейковые аккаунты и нашла там аккаунт с 20 тысячами подписчиков. В общем, мне стало интересно посмотреть на своих фейков. Да, посмотрела в инстаграме там, пробивала и в ТикТоке. Я шла в ТикТоке фейк. У кто? 20 тысяч подписчиков? 20 тысяч. У меня даже на этой страничке в инстаграме нет столько. Ребят, Арины нету в ТикТоке. Аришка рассказала, что ее размер ноги составляет 37 или 38, а рост составляет 155 сантиметров. Я правда не понимаю, зачем кому эта информация, но 37 или 38. Я правда не понимаю, зачем вам эта информация, но мой рост составляет 155 сантиметров. Плюс у меня с 2 сантиметра туда-сюда. Во сколько ложишься спать? От дня и моих планов. В основном я пытаюсь выжиться в 10, но мне не получается. Мой организм просто не может заснуть в это время. Я просто не засыпаю. Какой у тебя любимый цвет? Если раньше это был только фиолетовый, ну такой типа лавандовый, сиреневый, примерно такой. Сейчас мне очень нравится бежевый, ну типа такого цвета. Арина говорит, что она бы не согласилась дружить со своим фанатом, потому что она никогда не видела и не общалась. Нет, не согласилась бы, потому что я банально не знаю этого человека и никогда с ним не виделась и не общалась. Также сейчас будет важная информация для фан-аккаунтов Златы. И если Злата вас не лайкает, это не значит, что она вас не видит. Просто в инстаграме ввели такие ограничения, что не можно больше, чем нужно лайкать фотки на день. И поэтому Злата просто не может вас лайкнуть, но она все видит. Как вы можете понять по прошлой истории, мне ограничили действия и я не могу лайкать людей. Я пролайкала уже почти ну человек, ну тысячу точно. Меня осталось еще примерно столько же. Инстаграм берет и блокирует. Ребят, не расстраивайтесь, как только мне разблокируют действия, я обязательно на всех долайкаю. Мире уже исполнилось 15 лет, а паспорт она еще должна была сделать 14 лет. И она с бабушкой пошла в паспортный стол, чтобы сделать паспорт. Всем привет, я съездила в паспортный стол и, похоже, была на гештальтерапию. Помещение, где получают паспорта, ну или узнавают информацию. Но возникли некоторые трудности, потому что Мира родилась в Германии, а также ее мама и папа в разводе. Наверное, ее папа живет в Германии, а она в Украине. Они с бабушкой немного начали волноваться. Немножко просрочили с паспортом на лице, что у меня как бы немецкое гражданство, и мы уже надо делать паспорт. Потому что в Германии мы уже как бы паспорт делать не будем. Она смотрит мое свидетельство о рождении, немецкое. Да, 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 немецкое, немецкое. И говорит, а что про папу ничего не написано? Я думаю, это мое свидетельство о рождении, не папина, что, женщина. Ну ладно, хорошо. Спрашивает, где папа? Я думаю... Где прописан папа? Я думаю... Я откуда знаю? Я откуда знаю? Дамочка, у меня родители в разводе. Шо вы хотите? Бабушка начинает нервничать, А я... Само. Спокойствие! Нам сказали, сейчас подойдем к главной. Подошли к главной. Такая прелестная женщина! Прекрасная! Вообще такая ху-ху! Такая там поржала, что-то. Объясняла, но все нормально, мы таки думаем. Отлично! Спасибо большое! Че нам до этого два человека не могли это объяснить? Алло! Ну и уехали мы. Но потом все решилось, и у Миры появился паспорт. Ну а Мира рассказала историю, как ребята из Fanny Friends попали в очень неприятную ситуацию. В один день все ребята решили погулять. И выбрав правильное направление, они отправились в дорогу. Дорогие друзья, произошла некая ситуация, которая уже должна была, возможно, произойти, или которая произошла бы. В общем, не суть. Встретились мы сегодня. Я, Аришка, Златка, Кирочка, моя сеструха и я. Я уже сказала. Ладно. Встретились, пошли в кафе с котятами. Мне понравилось. Котята классные, кроме одного. Один был псих. А не вот он мне руку исцерапал. Психонный, дурачок. Но я смеялась, поэтому все нормально. В общем, идем мы в парк. Пиля, пришли в парк. Думаем, куда пойдем, не знаем. Покрутили мы Аришку и выбрали сторону, в которую пойдем. И все равно пошли в другую. Так вот. Идем мы по набережной Днепры. По дороге возле набережной какие-то два велосипедиста проехали очень близко к ребятам. И один из них сочепился за кофту Златой. И он очень сильно упал за велосипеда. И сзади выезжают два велосипедиста. И они так близко проезжают, когда есть расстояние между нами. Понимаете, мы вчетвером идем в такие приколяшки. И они проезжают возле Аришки и Златы. Вот так вот. Знаете что? Златочка несла вот так вот кофточку. Выезжают, и один из них зацепляется с Златой на кофточку, которая была вот так, и падает. Этот мальчик очень сильно ушибся. И в него с головы и с коленка потекла кровь. Ребята из Фанни Фрэнс сразу начали бежать в аптеку, чтобы купить все необходимое. И забинтовали ему раны. Но потом Арина узнала, почему они приехали так быстро. Также оказывается, что этот мальчик знал их, потому что ребята были из Фанни Фрэнс. Вопрос, во-первых, какого хрена они решили нас обогнать, видя, что нас четверо и с двух сторон. Вопрос номер два. Почему так близко, мать вашу? Пацанчик перевернулся, головой прочесался, коленку вообще в жопу, в дребезги разбил. И мы сидим такие, и я стою такая, думаю, не смейся, не смейся, не смейся. А вот так полетел, просто вот так. Нет, не так, смотрите, просто вот так вот. Вот едет, едет, да? Ну смешно мне было, я не знаю, я понимаю, что это аморально. Плохо, но... Мы стоим, сидим, так и... Пацанчик весь кровоточит. Ну как, ну типа у него с башки там и с колен. И мы такие, бежим в аптеку. Побежали в аптеку. Сазлады запыханные, все потные. Вот так... Прибежали. Я купила на свою денежку. Все. Это перекись водорода, пластыри, бинты. Вот это все говно я покупала. Мне не жалко. Но послушайте, что дальше. И Арина все это время стояла такая отстраненная, такая, типа, ну такая... Не хотела там оставаться, пока мы с Азлатой бегали. И мы не понимали, в чем приколдать с такими, типа. Может, они не так. Потом мы отошли, и она сказала, что он один из пацанчиков. Вы понимаете? Они летели, во-первых, не соблюдали дистанцию, во-вторых, нарушили личное пространство человека. Просто, просто. На велике его там за задницу взять хотели. Прикол в том, что... Им по 12. Одному из них якобы 14, но он выглядит на 12 тоже. Им по 12. Вы считаете, это нормально? Я молчу про... Там уже... Там уже... Там... Просто про то, что это систематически происходит с девочками, женщинами, девушками. Просто вот так взять и нарушить личное пространство человека. Просто. Прикол в том, что мы еще им помогали. Мы еще обрабатывали рану этому пацану. Две. И дофига там было. Вот так вот. Прикол в том, что мы сказали, типа, чувак, иди домой. Мы хотели вообще его провести до дома. Четвером. Провести. Мы такие, типа, чувак, иди домой. Мы потом башку обмотали кое-как. Идем обратно в парк. И знаете, кого мы там видим? Этих мальчиков! Только пацан уже без повязки на башке. Где мои деньги? На что пошла наша многомиллиардная... Бум! Да не, мне не шагу. Он мне просто... Я не понимаю! Арина, она сразу ступали была. Она, ну, типа, такая вообще... Я просто так разочарована! И знаете, что еще, приколдес, в чем? Я сидела с этими мальчиками. И один такой говорит. А вы с Фанни Фредс, да? Людьбу отстягиваем. Но я так разочаровалась. Мне так стало грустно. И я просто в минуту... В секунду... Вот так вот, в момент... Я шла, я так психовала! Девочки все же такие... Ну, неизносимо мы лежим. Я говорю. Да какая разница! Это ненормально! И просто... Ладно, если бы один... Да все, ну, не ладно! Но один случай, да? Да это систематически происходит. Не с нами, но тем не менее, куча таких историй. Девочка просто идет ее за задницу. Это нормально? Ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. И оно было для вас интересное и информативное. Если да, то поставь лайк. А если ты здесь впервые, то подпишись. Мне будет очень приятно. Ну, и до скорой встречи в новом видео. Всем пока-пока!